всем привет дорогие друзья вы на канале smart watch канал только о смарт часа сегодня будет практический видос потому что частенько мне задают как вопрос такой как создать резервную копию всех циферблатов и приложений независимо от того откуда эти циферблаты и приложения установлен неважно скачали вы их с play market а либо установили вы их с российского вот этого вот магазина galaxy vf да ну возможно да потому что там очень много циферблатов а в том числе и всех приложений кастомных модифицированных которые о которых видосы я показываю далее если вы самостоятельно ручками как-то установили с помощью либо смартфона либо пк неважно неважно откуда вы и как их поставили мы сегодня будем с вами учиться делать полную резервную копию именно этих циферблатов их приложений тем более дорогие друзья что в россии сейчас да и в беларуси в том числе даже с play маркета купленные свои циферблаты уже скачать в принципе невозможно после того как ты сбросил часы многие не восстанавливаются обратно и приложение тоже поэтому данная инструкция будет очень полезно всем ну к примеру у меня есть вот приложение во первых вот этот циферблат кстати он сейчас пока бесплатный вроде ссылочка будет в описании видео пройдете скачать что мы значит с вами смотрим вот смотрите у меня есть приложение вот это вот модифицированное приложение оно значит приложение это для мониторинга батареи и она работает естественно вы его просто так ниоткуда не поставите как только самостоятельно ручками или сам магазина российского вот этого вот совершенно бесплатно естественно да и вот значит решили вы телефончик поменять естественно часы сбросить часы сбросить и а потом легко все восстановите и что нам нужно для этого для этого нам с нужно с вами ну естественно часики дальше естественно компьютер это единственная инструкция больше никаким другим способом режим резервное копирование сделайте и приложение приложение называется up control вот это вот adb up control причем она есть как платная версия так и бесплатно вы это сможете сделать даже в бесплатной версии данной программки но лучше конечно же платная стоит вам помочь 400 рублей вообще приложение просто самого по себе крутое многофункционально и в процессе я вам объясню я особо подробный из подробности некие об этой программе говорить не буду по одной простой причине потому что у меня есть видео работы с этим приложением в описании видео пройдете будет ссылочка его посмотрите и все поймете как бы да для чего оно вообще может быть вам нужно но для часов и для того о чем я сейчас говорю это единственная программа до который вам в этом поможет так что теперь уже погнали к самой инструкции так ну все поехали мы значит к самой инструкции я вам сейчас покажу на примере двух приложений как мне их потом легко будет восстановить это значит вот этот циферблатик я его удалю далее у меня еще есть один циферблатик который кстати только мой персональный вот такой вот дорогие друзья макс него спите раздел спасибо ему огромное будет кстати о нем тоже видосик потом его я удалю потому что он только у меня видишь св александр вот так вот потом и вот мониторинг батареечки вот этот приложение я тоже удалю ну сделаем как будто бы сброс как подключить данную программу к часам я уже заморачиваться не буду в этом вопросе потому что зачем допустим как дать режим разработчика включить здесь на часах все в описании видео короче пройдете по видосу просмотрите там все к включить режим разработчика и как соединить данную программу с часами все я же уже сразу сейчас посмотрим вай фай включим включен у нас вай фай включен теперь нажимаем подсоединение и готова окей на часах все и ждем когда наша программка полностью прогрузится и пока к я тут закрою телеграм все ждем когда все у нас прогрузится и по и начнем работать значит таким образом можно сохранить вообще любые что системные приложения что сторонние как бы любым способом загруженные на ваши часы как я уже сказал ну допустим мир pay тоже поставить да и также вы сможете восстановить с помощью данной программки естественно нам нужны сторонние приложения вот они сторонние наши приложения как вы видите все приложение подгрузились и теперь как вы видите вот аналоговый мой циферблатик дальше мы идем с вами находим вот пожалуйста еще этот мониторинг батареи и идем еще дальше дальше и вот он мой циферблат все вот таким образом вы можете выбрать все у меня их 37 штук здесь сторонних циферблатов томат спотифити могу тоже к примеру да и теперь что мне нужно сделать вот выбрал я все интересующие меня приложения и дальше внизу вот здесь нажал сохранить вот сохранить все нажимаю сохранить все пошло сохранение они у нас сохранились и будут сейчас показано вот смотрите эти папочка замигала это где они сохранили все вот таким макаром вы допустим сторонние сохраняете приложение c вот здесь они есть это я вам просто показывают не обязательно видите вот они все все четыре штучки которые я сохранил все здесь как видите у меня сохранено вот пожалуйста сводч третьих часов дальше galaxy s 21 ультра смартфон дальше вот эти мои часы потом redmi 8 как вы видите да это еще каком бы пятый месяц да и zte black тоже еще одни делал я кому-то смартфон тоже здесь у меня сохранена его приложение c пожалуйста таким макаром можно сохранять все теперь что значит допустим у нас так случилось что нам пришлось сбрасывать часы и я сейчас удалю значит эти приложения которые я с вами сохранил причем когда вы удаляете приложение сторонние до сама программа будет предлагать вам сделать резервную копию тех того что вы удаляете вот смотрите сейчас удалить данные и кэш вот можно данные кэш естественно не удаляйте хотя нет в моем случае я удалю и не буду все нажимаю удалить смотрите сейчас программка мне подскажет кое-что чтобы я ентова не делал до или не делал но сохранил я естественно не буду сохранить потому что я уже сохранял и обратите внимание как будет сейчас пропадать и данный циферблатик в том числе все как видите удалился и мой циферблатик все окей все четыре штучки удалился и включился циферблат следующий который у меня там так скажем по ходу все вот смотрим и сейчас приложение как видите исчезли те которые у меня стояли их нет нема их нема сейчас еще раз вам продемонстрирую чтобы увидели и что ты будешь делать все и теперь представляем ситуацию что вы купили новый смартфон часы естественно пришлось вам сбрасывать вы сбросили их восстановили вроде как все загрузили все они у вас подключили к смартфону и теперь вы подсоединяете свои часики к этой программу линке дальше нажимаете установить установить нажимаем установить платная установка позволяет установить на вашу устройство сразу несколько приложений вот если касаемо того что бесплатная в принципе она тоже вполне нормально работает бесплатная но лучше сплатный лучше сплатный это намного эффективней так я сейчас удаляю эти приложи отсюда это я пробовал вас когда вы нажмете там установить у вас вот так получится вы нажимаете смотрите папку от нажали и у вас появились сразу все вот приложение которые у вас сохранены вами что вам нужно вам нужно просто нажать выбрать все так вот купленная программка позволяет установить сразу все файлы если у вас не куплено на будет вы сможете их же установить только по одному все вот вся причина теперь я нажимаю установить и ожидаем установочку вот таким вот способом дорогие друзья вы сможете сохранить свои циферблаты и приложения так скажем в первозданном виде и в любое время если так получится что вы сбросите свои часы сможете все восстановить так как у вас было потому что допустим настройки и все остальное там восстанавливается из резервной копии самих часов да а уже эти приложения циферблаты вы установите вот таким вот образом немножко так скажем вручную но тем не менее полезная вещь полезный способ я думаю что вам он обязательно пригодится я вам сейчас продемонстрирую что все установилось без каких-либо проблем все как вы видите программка пишет установлено 4 приложения и теперь мы смотрим первый это мой циферблат вот он появился и появился аналог и мой циферблат все и дальше смотрим приложение открываем меню приложение внизу пожалуйста spotify и мониторинг батареечки кстати скоро сниму о нем видосик пожалуйста запустили все работает видите я снял не сбрасывать кэш и данные и все восстановилось первозданном виде то же самое можно делать и допустим с мир п и удалили без сброса данных и кэша и восстановили первозданном виде вот такая вот дорогие друзья нехитрая в принципе инструкция вам напоминаю вы были на канале smartwatch пока